Друзья мои, я всем всегда сообщаю, мы не клиника, мы не лечим болезни, вы не по адресу, кто мне пишет, а в том, что прошу вас меня подлечить. Мы занимаемся антистрессовой подготовкой, мы занимаемся обучением людей, потому что мы школа саморегуляции, обучением людей повышать свою стрессоустойчивость применительно к будущим ситуациям, и выводить себя из стресса, и использовать энергию стресса для собственных интересов по своим намерениям. В том числе повышать иммунитет. Вот сейчас все ожидают вторую волну коронавируса, очень много людей перенапряжены в ожидании, как перед каким-то боем. Ну, это очень действительно серьезная ситуация. Антистрессовая подготовка отличается от всех методов в мире тем, что это превентивное повышение стрессоустойчивости применительно к будущим критическим экстремальным ситуациям. На чем она основана? Она основана на приемах саморегуляции по методу ключ, в частности, часть этого метода ключ, синхрогимнастика. Чтобы подбирать себе упражнения для синхрогимнастики, не в классическом варианте, который в учебнике для 10-х классов и 11-х классов по российскому школу, которые еще пока освоят, пока научат. И будущее поколение тоже будут знать точно так, как делать, как руки мыть и зубы чистить автоматически. Да, потому что она короткая, дает большой эффект сразу. Да, снимает терномышленные зажимы, улучшает кровоснабжение мозга, улучшает дыхание, работу легких. Ну, естественно, иммунитет повышает, стресс иммунитет ко всему и физиологически улучшает здоровье. Так что мы школа. И поэтому, если у кого-то вопрос, там какой-то совет получить, пишите мне после скайпа. Ой, в скайпе, после 19 часов, да. Или в ватсапе пишите. А здесь вот мы проводим обучение, обучение для выработки навыков стресс-устойчивости. Итак, вам нужно для этого вспомнить, в каких повторяемых действиях в жизни, ну, иногда называется цикличные, да. В каких упражнениях вы получали какой-то такой особый результат, такого прекрасного состояния, когда мысли переставали путаться, исчезала вот эта вот мешалка внутренняя, тревожность, страхи, переживания, беспокойства. То есть исчезали. Например, во время бега. Вот ты в ритм бега вошел, вошел. И в это время ноги сами бегут. А ты думаешь о своем. И уже там такое состояние хорошее. Ну, и поэтому люди любят пробежку. Но сейчас вот могут возникать ситуации, когда не до того. А вы находитесь, допустим, дома, а вам можно это смоделировать. Да. Как это сделать? Вот вспомните, какое состояние вы испытывали тогда во время бега, когда вы вошли в ритм. Когда вы вошли в ритм, это означает, что работа, которую вы начали делать, перешла на уровень автоматизма. Это очень важный момент. Запомните. Переход начатой работы на автомат освобождает голову. Ну, это как на заводе, как на производстве, когда какие-то трудовые процессы производственные переложили на автоматические действия. На роботов, допустим. То головы людей освободились для других, более высоких задач. Вот этот перевод начатого действия на автоматическое исполнение освобождает голову. Поэтому сейчас вспомните, какое вы состояние испытывали, при каких упражнениях. Пускай это будет бег, пускай это будет плавание. Ну, там войдёшь в ритм бега и плывёшь, это плавание, и плывёшь, и плывёшь, себе можешь море переплыть. Голова освобождается, когда в автоматизм ходишь. Да, или что ещё? Вот девочки любили крутить обруч холохоп. Стоят вот так, крутят холохоп в детстве. Ну, вспомните, какое повторяемое действие. А может быть, вы любили плыть на лодке, вёслами вот так работать. А может, вы ещё что-то любили делать. Вам надо сейчас вспомнить то состояние, которое у вас возникало тогда. Вот это состояние свободного сознания, свободный поток мысли. Вот смотрите, как интересно. Свободный поток мысли и свободное повторяемое действие. Таким образом, свободу сознания, свободу духа вы соединяете со свободой повторяемых движений. Свобода. Две свободы духа и материи соединяете, и появляется сброс напряжения блоков сознания и блоков тела. Снимаются нервные и мышечные зажимы, и появляется состояние целостности. Целостность. Вы обретаете сами себя. И поэтому вы можете вспомнить это состояние сейчас. И потом по принципу метода ключ, принцип подбора путём перебора, по 15-20 секунд, пробуя каждое упражнение, какое вам придёт в голову, просто его физически делать. Тупо механически. Или стоять и бежать на месте, или представить себе, что у вас обруч, и стоять, крутить холохоп мысленный, но физически, да? То есть вы соединяете две свободы, свобода духа и свобода тела. Да. И снимается стресс. Да. А потом, потом, вы садитесь, пускаете мысли опять же на самотёк, и думаете, о чём думается. Это подзарядка батарейки мозга. Как заряжается смартфон, когда он истощился, или что-то там нарушилось от переутомления, вы его ставите на зарядку. Это то же самое. И здесь у вас могут возникнуть и слёзы. И улыбка. И желание потянуться, так потянитесь в этот момент, если хочется. Хочется помять себе шею, помните по ходу. Хочется просто сидеть вот так вот и покачивайтесь. Делайте то, что происходит. И таким образом у вас постепенно вырабатываются навыки. Если вы несколько дней подряд, в удобное для себя время, Делайте, например, упражнение хлёст руками по спине. Как происходит, так происходит. Делайте лыжника. Я это всё показываю. Можете ещё раз посмотреть. У меня в Ютубе много-много там. Поищите. Это очень-очень полезно. Практически полезно. Для вашего здоровья. Да. И для вашего развития. Потому что сам процесс перебора этих приёмов, Это, по существу, развитие самоосознания, осознанности. Да. Делайте вот так. И у вас будет получаться. Вот это и есть антистрессовая подготовка по методу ключ. К любому коронавирусу. Потому что состояние, которое возникает при этом, Включает эндорфины. Андреналин уменьшается, эндорфин увеличивается. А это источник здоровья. Источник хорошего настроения. Ваши улыбки, хороших снов. Хорошего ощущения физического. Да. И когда вы его получаете, запомните его, пожалуйста. Запомните на будущей ситуации. Уже здесь, в голове. Чтобы могли легко потом вспомнить. Проложите такие тропинки в будущее. Это и есть антистрессовая подготовка. И что очень важно. Не нужны при этом никакие вспомогательные средства. Ни музыка не нужна. Неудобное положение тела. Ничего не нужно. Потому что антистрессовая подготовка обладает тем преимуществом. Она вырабатывает быстронавыки именно поэтому. Что в тех сложных условиях, в которых вы сейчас находитесь. При шуме, при звуках. При исходном плохом настроении. Просто начинайте это делать. И вы увидите, что это супер физкультура. Синхро физкультура. Потому что когда вы начинаете работу, и она переходит на автомат, это говорит о том, что действия, которые вы совершаете, вы совершаете синхронны вашему текущему состоянию. Точно так же, как мама подбирает ритм ребенка. В зависимости от того текущего напряжения. А теперь главное. Человек устроен так, что чувствует он себя хорошо, когда вообще никак себя не чувствует. Потому что мозг тратит меньше энергии. Значит, все в балансе. Но как только заболело что-то, сразу внимание появляется. А когда ничего не болит, ты об этом и не думаешь. Как ты себя чувствуешь. Ты просто себя не замечаешь, потому что занят какими-то делами. Но это как температура. Ну, нормальная температура 36,6. Ты ее не замечаешь, не чувствуешь. Или зуб не болит, и ты на это не обращаешь внимания. А как только температура поднимается, или точно так же напряжение поднимается, и вы начинаете чувствовать себя. Потому что мозг тратит на это больше энергии. Вот эта вот затратная часть мозга на исполнение чего-то, на восстановление баланса, оно и ощущается. Но люди так устроены, что когда зуб болит, на стенку лезешь. А потом, когда зуб не болит, ты вспомнить не можешь. Поэтому надо вначале, прежде чем делать то, о чем я говорю, хотите, вспомните, хотите, запишите на листочке все свои жалобы. чтобы потом сравнить, после того, как вы это проведете, антистрессовую подготовку, вы увидите колоссальную разницу. А почему надо это сделать? А потому что, если вы это не зафиксируете, как вы себя чувствуете изначально, ну, например, плохо сплю, ну, например, не могу успокоиться, без причин и беспокойства, ну, например, страхи бывают, ну, например, если даже сплю, плохие слизня, ну, мало ли чего там у вас бывает. Так вы возьмите, запишите это все. Потому что, когда у вас этого не будет, а у вас через несколько дней после антистрессовой подготовки это все исчезнет, появится нормальное состояние. Если этого вы не зафиксируете и не сравните, человек так устроен, поскольку это нормальное будет состояние, то вы его не оцениваете. Потому что вы уже заняты другими делами. Поэтому метод ключ, обладает такой способностью быстро себе помочь, но люди этого не ценят. Почему? Как только оно быстро стало хорошо, он это и не ценит. Ну, вот же в чем дело. Ну, да. А чтобы вы оценили эффект, надо записать, как было и как стало. Договорились, да? Еще раз повторяю. Мы учим людей с побудей. Потому что только будучи свободным, можно быть и поэтом, и врачом, и штандистом, и шахматистом. Только будучи свободным, соедините две эти свободы. Свободу сознания и свободу тела. И вы обретете себя. Потому что счастье это быть собой, друзья. До встречи.